Война начинается с одного маленького, недолюбленного ребенка. Война начинается с нашего страха. Война начинается с нашей лени. Нашим страхом и ленью мы кормим дракона. Дракон, который потом возвращается и пожирает нас. Пожирает даже физически. Поэтому, разговаривая с некоторыми из вас, я услышал одну фразу, которая меня очень сильно зацепила. А что я могу сейчас изменить? Все происходит как будто бы мимо. Мы все ждем каких-то лидеров, которые смогут встать перед нами и повезти нас куда-то вперед. Нет, ребята, сейчас начинается новое время. То время, когда от каждого человека что-то зависит. То время, когда каждый отдельно взятый поступок. приведет нас к тому будущему, который мы хотим видеть для себя и для наших детей. Поэтому, други мои, не боимся и не ленимся. Слава Каине! Слава Каине! Добрый вечер! Хочу поздравить вас всех с таким солнечным и приятным днем. И хочу вспомнить, тут наш брат, который у порога стоит, забыл уже русский язык, забыл своих поэтов. Так я хочу напомнить им слова Ахматова, которая сказала в осажденном Ленинграде. Час лужества выпал на наших часах, и мужество нас не покинет. Мы поэты все помним. Такую песню я вам на стихе Рагерда Киплинга спою. Наше море кормили бы тысячи лет, и по ныне кормим с собой. Хоть любая волна давно царана, и салон морской прибой. Кривот англичан пьет таки, а америками сами отцы. Если жизнью надо платить за власть, господь еще покрыт. Поднимает здесь любой прилив доски умерших кораблей. Оставляет здесь любой отцы умереться на сырой земле. Но выплывают они на предпрежный песок, и злыхи пропастей. Да, если жизнью надо платить за власть, господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И даже больше того, мы под приказом не можем не выполнять его, потому что потом будут, понимаете, санкции. Семью, так, власне, относительно семьи, относительно их интерьера. Вы знаете, мне стало сумно, я говорю, может, мы, у нас завтра митинг, может, мы возьмем женщин, детей, возьмем наши синих, желтые прапори и пойдем туда, хотя в сторону Новоазовска, хлопцы на блог-постах сейчас не пропускают. И с таким суммой, те хлопцы, которые наши оптимисты, они сказали, нет, там нема с кем говорить, на жаль. Те, кто хотели не пить на Маріуполь, они еще в Ростове сказали своему командованию, або вы дайте нам письмовый наказ, и тогда мы выполняем. А если без письмового наказа, то возвращались и поехали. Таких несколько было частин. А тих, кто сейчас у нас на территории Украины, их ни сльози наших женок, матерей, ни сльози детей не стримают. Я не знаю, что делать на всей информации. Очевидно, просто тримать порог сухим и гуртуватися дальше. Я верю, что мы победим. Слава Украине! Героям слава! И дякую вам. Самое крутое место сейчас в Украине, Маріуполь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok